И у нас сегодня в студии председатель общественного объединения Казахской коллегии ревматологов и главный врач медицинского центра болезни суставов Чоканбай Мухаммедов. Здравствуйте, Чоканбай. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочется поздравить с предстоящим праздником, днём медицинского работника. Спасибо. Пожелать вам, даже не знаю, что врачу, пожелать здоровья поменьше пациентов. Совсем недавно в Узбекистане собирались ревматологи. Вы там были? Да, там прошёл первый съезд ревматологов Узбекистана. Ну, если у нас ревматологи объединены и собираются уже достаточно давно, последние где-то лет 8, мы достаточно много проходим совместных конференций, съездов ревматологов. Создали свою общественную организацию, казахскую коллегию ревматологов, то в Узбекистане в первый раз собрались и провели такой форум. Мы были делегации, как из других республик, приезжал академик Насонов с России, ну и были наши ревматологи, в том числе, с Южного Казахстана мы повезли четверых молодых ревматологов, чтобы, в общем-то, быть на этом мероприятии. Ну, вы пообщались там с коллегами, со своими, скажите, ревматология там на каком уровне находится? Отличия есть от наших? Ну, вы знаете, если раньше Ташкент для нас был таким как бы старшим братом в медицине, действительно, там всем известны Ташми, ведущие профессора, в том числе, по ревматологии, то на сегодня я скажу так, что ревматология в Казахстане минимум не отличается, минимум не уступает, а во многих, в общем-то, параметрах превосходит ревматологическую службу Узбекистана. И те методы диагностики и лечения, которые мы имеем возможность проводить у нас, к сожалению, на данном этапе недоступны по экономическим, в том числе, позициям, недоступны в Узбекистане. Ну, что скрывать, многие едут сегодня поправлять свое здоровье в Узбекистан, во-первых, потому что считается, что там лучшие специалисты, во-вторых, потому что там, наверное, более приемлемые цены, возможно. Что касательно ревматологов, там остались специалисты, а они работают также на том же уровне? Да, вот это очень больной вопрос для Казахстана и прежде всего, конечно, для Южно-Казахстанской области. Скорее всего, это сложившиеся традиции. На данный момент, я еще раз могу повторить, и, в общем-то, ревматологи Узбекистана, большинство из них согласятся со мной, что на данный момент даже не то, что Казахстан, а Южно-Казахстанская область не уступает, а может быть где-то и превосходит. К сожалению, очень много больших ученых, врачей разъехались. Но это были больше евреи, немцы, они уехали в дальние зарубежья. А наши узбекские, много наших узбекских коллег, профессоров, доцентов на данный момент работают и у нас, в Чемкенте, в Алмате и так далее. К сожалению, все-таки медицина в Узбекистане на данный момент, мы будем говорить, не на том уровне, чтобы стоило пересекать эту границу, чтобы стоило ехать. К сожалению, все-таки немножко, будем говорить, затормозили. Они где-то остались, может быть, на уровне 90-х годов, 2000-х. А то они действительно нас где-то опережали. И первые компьютерные томографы появились в Узбекистане, там позиционные микроскопы. Сейчас у нас это все есть, и я думаю, что нет смысла туда ехать. А проблем очень часто бывает очень много. Ну и в Минске тоже собирались. Да, вот сейчас май был очень такой насыщенный поездками. И в Минске прошел третий Евразийский конгресс ревматологов. И вот надо сказать, что вообще вот эту организацию, так называемая Евразийская лига ревматологов, это была идея наших казахских ревматологов. Во главе тогда стоял у нас профессор Тагизбаев, был главным ревматологом Казахстана. Он предложил объединиться. И вот четыре года назад, получается, в 2012 году в Алма-Ате мы проводили первый конгресс ревматологов. Собрались восемь стран, вот как бы СНГ и очень много зарубежных наших коллег. И мы создали эту лигу. И на удивление эта идея действительно нашла поддержку во всех странах, особенно вот нашей, будем говорить так, постсоветского пространства. И вот уже в Минске собралось около тысячи человек с 12 стран. Была очень большая научная программа, там около 10 академиков со всех стран. И опять же, все очень заинтересованы в сотрудничестве между странами, чтобы были единые стандарты лечения, единые протоколы лечения. К сожалению, очень часто нашему Министерству страхования тяжело доказывать, что лечить надо именно так. Если мы приводим в пример европейские какие-то рекомендации, американские рекомендации, то понятно, что экономическая ситуация там намного лучше. Поэтому мы не можем себе иногда позволить тех препаратов, допустим, геноинженерно-биологической терапии, в тех объемах, как проводятся в Европе. Но евразийское пространство, то есть это Россия, Украина, Белоруссия, они на самом деле ведь не лучше нас сейчас в экономическом плане. Однако они у себя, особенно Россия, в России есть больше 100 центров геноинженерно-биологической терапии. У нас в Казахстане нет ни одного, и большинство наших пациентов вынуждены покупать эти лекарства сами. Вот именно с тем, чтобы отработать единые стандарты, по которым можно будет потом предлагать лечить всех больных и в Казахстане, вот для этого, может быть, главная цель создания этого евразийского сообщества. Ну, в общем, нам есть еще к чему стремиться. Ну, стремиться всегда есть, конечно. Ну, и в тем дня так, жара. Ну, правда, дождик нас немножечко дал нам возможность выдохнуть. А как чувствуют себя в жиру пациенты с ревматическими заболеваниями? И что им сейчас нужно предпринимать? На самом деле в жиру они чувствуют себя по-разному. Большинство, конечно, ревматических болезней, когда тепло и жарко, чувствуют себя неплохо. Наши больные любят тепло. Хотя есть часть заболевания, ну, допустим, подагра, вот сколько мы говорим, там из-за сгущения крови, потому что особенно вот сейчас, вы знаете, у нас идет уроза, многие ее держат, днем не пьют воду, возникает сгущение крови. Сейчас очень много обострений идет подагры, прямо один за другим. То есть какие-то, ведь ревматические болезни, это около 150 различных заболеваний, синдромов и так далее. Поэтому каждая из них отличается друг от друга и какие-то обостряются именно в эту жару. Касательно воды, раз договорили, а много споров сейчас вот идет между тем, сколько нужно пить воды человеку в день. Кто-то говорит там до двух литров, кто-то говорит столько, сколько он сам хочет. На самом деле сколько, как вы считаете? Я думаю, что особенно в июле, конечно, не менее двух литров, а скорее всего и более. Чтобы суставы могли нормально работать, нужно, чтобы было достаточно жидкости. И вообще в день это, я думаю, около полутора-двух литров воды, это необходимо. Когда жарко, конечно, это еще больше. Ну и что бы вы хотели пожелать всем нашим телезрителям? Ну, телезрителям я, как всегда, желаю сто лет вашим суставам без капремонта. А вот нашим врачам и прежде всего ревматологам я действительно хочу поздравить с профессиональным праздником. Я очень рекомендую нашим телезрителям поздравить тех врачей. Ведь мы очень часто говорим, что врачи так лечат или не так лечат. Но действительно, все-таки наши врачи, достаточно много хороших профессиональных врачей. И вот я рекомендую и советую всем вам вспомнить их, поздравить им. Я думаю, что им это будет приятно. Мы присоединяемся ко всем вашим словам. Поздравления мы тоже поздравляем всех медицинских работников. И вас поздравляем, и дарим вам свежий выпуск газета Раббат и календарь. Она всегда нужна. Хорошо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова